Здравствуйте, мои дорогие, любимые! С вами снова канал Школы Таро Альвиен. Меня зовут Карина. Я таролок и практик. И сегодня мы с вами снова рассматриваем очень простой способ для того, чтобы изменить свою жизнь к лучшему. Например, поправить здоровье, стать более удачливым человеком, стать сильнее энергетически, также быть более счастливым человеком, богатым, например, человеком, чтобы ваша энергия очистилась и притягивала в вашу жизнь большие улучшения. Вот как это сделать? В любое новолуние, а любое новолуние называется черная луна. Почему называют черная луна? Не потому, что там какая-то черная энергия, не потому, что там черная магия, а потому, что луна на небе чернеет. Она полностью закрыта и не отражает солнечный свет. То есть мы, когда с Земли смотрим на нее, мы ее практически и не видим. Черная луна. И не связано это ни с какими мистическими проявлениями. Это чисто планетарное космическое явление. Оно происходит на Земле каждый месяц. Но, естественно, энергия черной луны, она огромна. То есть когда луна скрыта, она не отражает солнечный свет, однако, допустим, всю воду на Земле она поднимает. И это большой энергетический такой обмен или энергетическое взаимодействие Земли и Луны. И раз мы часть Земли, мы вышли из Земли и туда и уйдем. Естественно, луна на каждого из нас влияет. Естественно, поэтому мы можем совершать в новолунии и полнолунии ритуалы. Вот сегодня 11 мая, с 11 на 12 мая у нас новая луна, черная луна. И мы должны совершать какие-то ритуалы, чтобы улучшать свою жизнь. Правильно? И такой ритуал или такой обряд может совершить абсолютно каждый человек, потому что он взаимодействует с этой луной каждый месяц. Давайте обсудим теперь, что нужно делать. Это очень просто. Это может сделать каждый. Нужно ночью, когда стемнеет, и луна станет черной. То есть просто темно. Не важно, сколько времени, а уже темно. Вы берете любую свечу, зажигаете. Можно свечу-таблетку зажечь. То есть свеча-таблетка, она, в принципе, от таких вот свечей особо не отличается для этого обряда. То есть берете любую свечу, зажигаете. Когда темно, и вам нужно произнести слова, делая определенное действие. Вы смотрите. Если у вас есть ботинки на шнурках, вы шнурки из них вытаскиваете. Ну, допустим, представим, что вы вытащили шнурок. Вот это розовый шнурок от ботинка. Это, ну, многие сейчас шнуруют лентами ботинки. Ну, неважно, да. Вы берете шнурок тогда каждого ботинка. Каждого. То есть два шнурка у вас должно быть, допустим. И вы завязываете на каждом шнурке, вот так вот просто завязываете, три узла. И когда вы этот узел завязываете, вы произносите слова. То есть вот вы вот так приготовили, да, и говорите слова. Здравствуй, черная луна, уважаю я тебя. Слейся ты во тьме ночной с моим телом и душой. Помоги мне стать сильней, здоровей, удачливей, дай мне счастья и добра. И дальше для мужчин я отработал все сполна, а для женщин я отработала сполна. Для рифмы. Вот такое вот нужно, вот такие слова произнести, вот такой заговор. И вы произнесли и завязали. И опять берете, нужно второй, второй узел. Делаете, да, делаете. Приготовили вот так. И опять. Здравствуй, черная луна, уважаю я тебя. Слейся ты во тьме ночной, с моим телом и душой. Помоги мне стать сильней, здоровей, удачливей, дай мне счастья и добра. Я отработал все сполна. А для женщин я отработала сполна. И опять берете и завязали, завязали. Вот. И вот так вот третий узел завязали. И на каждом так шнурке. И зашнуровали снова шнурочки в ваши ботиночки. И носите до следующего новолуния. Перед новолунием за один день вы эти узлы можете развязать. И сделать в новолунии снова такой же абсолютно ритуал, обряд, заговор, как вы это расцениваете. Но это очень действенный на самом деле обряд. Если вы не носите шнурки на ботинках, на кроссовках, на кедах, не носите, вам нужно купить красную нить или взять любую нить красного цвета, вязальную нить, вязальную нить, шелковую нить. И так же точно вы берете и три узла на ниточке завязываете. И так же, ну, в любом месте этой ниточки. И опять, значит, здравствуй, черная луна, уважаю я тебя, слейся ты во тьме ночной с моим телом и душой. Помоги мне стать сильней, здоровей, удачливей, дай мне счастья и добра, я отработала все сполна. Или я отработала сполна, да. Все, вы три узла точно по такому же принципу на ней завязываете. А потом ниточку до следующего новолуния завязываете на руке. На руке завязали, да. И носите, потом можно узлы развязать, развязать в последний день перед новолунием. И снова сделать такой же обряд на этой же самой нитке или на этих же шнурках. Снова можно, можно купить новую, да. Но обычно красную нить ее никто не выбрасывает. А перевязать можно. А можно один раз сделать на шнурках и на нитке, да. И все. И так и оставить, и не переделывать каждое новолуние. Просто кому как нравится, да. Но, конечно, раз в месяц будет действеннее для того, чтобы ваша удача обновлялась, да. Вот. Но если вы даже один раз сделаете, это принесет вам большую удачу, успех, выздоровление или богатство. И постарайтесь, когда вы заговор этот произносите, слова вот эти говорите, думать о том, чего же вы для себя такого желаете. Конкретно можно что-то подумать. Там хочу, чтобы увеличился мой доход. Помоги мне, черная луна, да. Или помоги мне выздороветь от какой-нибудь болезни. И так далее, и так далее. Ну, вот такой вот лайфхак на сегодня. Всем спасибо за внимание. Жду ваших комментариев. И всем пока-пока.